меня зовут стас я приветствую всех на канале чок-чок продолжаем обзор за пришедших уже к нам в россию заказов значит наших пользователей для которых мы покупали одежду на различных сайтах сша ну и поскольку наш канал в первую очередь имеет значит направление охота спорт стрелковый то мы с вами будем разбирать в основном охотничь амуницию что заказал человек заказал человек у нас термобелье компании бандит производства такое шикарное термобелье она сделана на основе шерсти не носа качество ну просто вообще вышка я вам скажу я посмотрел себе такое тоже теперь хочу это просто шикарные термобелье шикарнейшая вообще она идет значит у нас получается лонг слив и слов сливом идут еще такие штаны просто вообще во первых что такое шерсть минероса чтобы вы понимали это меринос это такая овечка короче которые специально выращивают для того чтобы ее читать на шерсть у нее просто сумасшедшие показатели шерсти она очень теплая эта шерсть у нее добавлен спандекс 5 процентов 95 процентов мериноса и 5 процентов спандекса она во первых тянется она не теряет свои формы вещь сюда добавлены его на серебра то есть нити серебряные они очень хорошо борются с запахами то есть если вы охотитесь подхода особенно да там на копытных на медведя вот волк то есть чтобы вас не учили в дичь очень хорошо использовать в принципе одежды с добавлением нити серебра вот то есть это очень и очень крутые вещи и я уже посмотрел на качество просто самого захотелось далее человек заказала так понял уносит все все банды то есть поклонник такой внучек фирмы банды у него тут все банды 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 прям далее он заказал такой слив его и с позволения нашего заказчика вам но один и покажу вам пути руху не буду одевать там и так все понятно здесь вот именно именно индивидуальную защиту покажу как это все выглядит ну прям просто но это удивление у вас будет как это работает во первых это опять же значит есть эту серия это одежда которая сумасшедшим образом дышит когда она вас одета у вас будет ощущение что вы вообще голой то есть как нас вообще ничего не одета вот настолько легкие тонкие и очень прочные эти вещи и вы в них не потеете они идеально отводят влагу мгновенно сохнут то есть вот к этой допустим вещи человек взял еще вот прям вот они прозрачные буквально я мог вот мишу вижу через эту шапочку при этом она не пропускает ультрафиолет это очень и очень крутые вещи это летние шапки для охоты на утку они больше дают именно комок ну то есть камуфляж и если допустим к вечеру стало чуть холодно вы можете либо одеть отдельную шапочку такую либо прямо поверх вот этой шапки ну может одеваться вот такая шапка то есть собственно говоря не так и создан всего можете эти шапки комбинировать одну на другую одевать можете отдельно одевать вторая шапка она у нас сделана значит на микрофлисе просто я говорю сумашевые банды как фирму тоже делает такие четкие вещи охотничьи это просто супер то есть такой от микрофлис вещи но предельно качественные просто если вы посмотрите охотников в америке то вы собственно говоря особо никого не найдете кто охотится там на утку и гуся в ситках все охотятся это дрейк бандит авари значит основные тача потом чена чена это вообще но бренд там просто сумасшедший в америке у них самые крутые вейберс если вы думали что вы знаете у кого самые крутые вейберсы стопудово вы ошибаетесь потому что вы просто не видели вейберсы чена чена просто сумасшедшие лютые прям вейберсы да они дорогие да у них практически не бывает скидки да они стоят 1000 долларов 1100 1200 1300 долларов за вейберсы но да это просто топчик это и вита вообще среди вейберсов но при этом практически такие же отличные вейберсы просто офигенный делаю также точные бандит и дрейк фирма но эти вейберсы будет три раза дешевле и вы ничего не потеряете ну может быть только немного там в каком-то мануале там и так далее то есть но но это мелочи это не то за что стоит переплачивать 700 800 долларов конечно по моему личному мнению поэтому я никогда ночью она не покупает но кто-то покупает и я выиграл сычайно пробовал но у меня у товарищей есть у него тоже мой размер примерно одинаково как бы повлекали и мне они очень понравились конечно я просто не готов был переплачивать 700 долларов за видосом у меня выбросы есть банда есть дрейк есть а то есть трое три у меня разных выборцев а у меня вот на неоприне дрейк и бандит над тканевые то есть четырех пятислойный офигенный вообще дышите просто все четко работать поэтому так ну ладно отлёгся от тему в общем вот такие вот такие вот одну шапочку высокую человек заказал две одинаковых шапочки вот как у меня на голове он заказал и вот такую кофточку вот кофточку я сейчас ее один не покажу как работает этот комок комок это сокращенного моим сломки камуфляж чтобы понимать вот она тоненькая шапочка и у него у этого комка у него есть видите то есть вот вот такой вот как труба такая она может работать как с шапочкой если вам ну по каким-то причинам не нужен капюшон и вы вот то есть вот так коммуфлируетесь вы можете даже вообще минимальную щелочку оставить вот чисто на прицеливание подичи да то есть вот на выстрел и все и вас просто вообще не видно вас просто вообще не видно вы вот просто находитесь за сетки заметьте как офигенно тут они решение какое приняли тут видите отверстие прямо отверстие 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 то есть я дышу у меня внутри вообще ничего не отпутевает я могу даже целый день так дышать хоть носом и хоть ртом я легко вообще дышу потому что вот тут все отверстие у меня ничего не отпутывать вот так вот это выглядит также я могу добавить сюда ну так для камуфляжа могу сделать можно сделать как можно не использовать значит шапку использовать кирку вот такой вот такой вот камуфляж можно добавить это вот для жаркого лета это лето сибири любого региона также и в основном весь сезон охотничьи краснодарском крае сочи и так далее тем потому что у вас там там достаточно жарко причем я вас прям очень хорошо всех вижу то есть можно так по меньше моим какому делать это вы уже сами настраиваете здесь тоже вот так смотрится также вы можете камукулироваться вообще если можете опустить ниже можете вот так же я оставить и при этом то есть вот так сделать можете чуть назад оттянуть чтобы здесь лучше подходила чуть назад оттянуть и просто использовать только капюшон то есть когда данные принадлежности ничего лишнего в принципе надо можете так шапку не использовать при этом то есть у вас но обзорность ничего не мешает здесь очень хорошая лекала которая позволяет вашу голове крутится прямо без вопроса смотрите насколько это просто четкие и удобные вещи это просто вышка вообще это вот такой топчик прямо это прям для и пиво в охотничьих вот этих но тем вы такого никакие ситка там где утка гусь охоты там ситка отдыхает вообще ситка это больше того охота на копытных это да я тоже наши ситка мне очень нравится одежда ситка но именно на ходовых охотах полях по зайчику по козье по копытам да я я одежда ситка и также и с удовольствием использую одежду бренда которые тоже вы можете у нас купить это king hunter да то есть у меня нужно купить любые вещи king hunter без проблем у меня центральный склад здесь то есть все что есть по king hunter все можно у меня взять и как будто ну то есть сами видите насколько все это четко причем бандит вы можете одевать вы был хотите вот так вот сделайте что если вам нравится во имя спереди не туда прячь ну макушку чтобы он не бликал ну чтобы он принц его не делали чек зачем надо поэтому я допустим не так нашу вещь на охоте бандит одевает того чтобы у меня на летающая дичь не видела как весь его о вот это его кофте который сейчас вам показывал лишь увлечь вот видите вот прям отверстие видеть вот не отверстие и вы через них получается вот пишите то есть вентиляция стопроцентно такого решения вообще ни у кого больше нет вот здесь такое решение и ваш главный ты здесь не дать и она же кому-то не нарушает ни в каком разе и сам капюшон иди-ка классно сделал сеточку чтобы голова не потела там что все и все дышало прям сумасшедшего качество вы вещь просто по поводу шапочек вот он еще взял человек вот такую шапку видите толстый какой этот флиз вот эти шапки тоже их сразу на голову одевать не надо вот это вот вот это шапки это нижний слой то есть они вообще изначально рассчитаны носить прижарил так и даже вот такие шапки лучше одевать поверх вот это вот так вот они одеваются пара просто пора мне там все не буду сейчас вам все ну там выравнивать и вот эти вот тоже шапки их лучше носить ну так чтобы потому что вот эта шапка она очень хорошо забирает под и выбрасывает его отдает выше и каким бы не был флис замечательным все равно прямой контакт к слаженым флисом головы не так кайфово как если вы этот контракт ущельяете через эту ткань если вы попробуете носить любые из этих шапок надев на вот эту шапку вы поймете о чем я говорю и вы больше по-другому никогда носить не будете потому что эта ткань это просто вверх совершенства именно вот контакта охотника с амуницией в зоне волосяного покрова головы да вот то есть также вот эти вот шапочки да то есть она вот одевается прямо поверх их и шапки и все а она не должна как-то по-другому носить или нужно одевать сразу на голову потому что волосы потеет флис начинает впитывать себя в лагу и он не так быстро ее выдает наверх толстый ворс флис он предназначен греть а вот как раз таки вот эта ткань она мгновенно практически отдает плакают сюда наверх и вы даже при мокром флисе при намокшем флисе вернее вот этой шапке да если там не потери просто ужасно там под какими температурами вы всегда но будете чувствовать сухость а самое главное когда на вас две шапки вот я как на охоте делаю вот на мне две шапки я сижу за сетки на лед 4 утки я отстрелял и мне нужно за ними сплава потому что на томе течение она если я сейчас не поплыву а весной она течение же вообще сильно то ее просто унесет я потом устану во первых назад гребсти правильно мне нужно прям быстро выскочить из-за сетки забрать середине еще поэтому видео не снимаю на камеру потому что с камерой носиться невозможно я отстрелялся не сразу бежать на я же не могу камеру бросить там куда попала и побежать а если я с камерой побегу то я у меня камера падает часто с головами просто у меня на лодке воду упадет и до свидания 60 тысяч до загубок поэтому я как бы вот не сторонники она хоть и люблю отдыхать я уже снимаю вам по факту результаты охоты но на самой охоте я съемку вести не люблю так что прошу отнестись с пониманием к тем кто просит снимать моя охота так вот я когда стрелялся по утками они упали что я делаю я просто вот так делаю у меня у меня рюкзачок за сетки же лежит я вот раз на рюкзак и поплыл соответственно мне в этой шапке даже при минус 1 минус 2 0 минус 5 мне не будет холодно она в любом случае будет тепло необходимое для того что моя голова не замерзла оставлять под шапкой в момент когда я прям гребу то есть ну и интенсивно выделяет тепло и в то же самое время пока я плаваю а я вообще вот так даже порой делаю если я чуть-чуть уже подпотел я вот так положено рюкзак и она у меня на рюкзаке вот лежит и это сохнет шапочка и я пока плаву у меня это продувается и голова маленького ну что это что подышала я потом за сетку вернулся просто-напросто шапочку кого отдел ну я и эмблемка назад шапочку одел и я дальше а хочется все ничего меня не парит но ты точно так же и вот такие флисовые шапочки зачем их одевать сразу на голову они вот специальные эти шапки разработана у них вот эти как нижний слой они вообще тепла не дают как такового особенно в отсидке когда вы засидочки сидите на блиндаже поэтому они работают чисто вот просто как слой который хорошо отводит влагу я дает ее на флиз который у вас согревает и потом из уже отдельно выводит сюда наверх шапки на поверхность ткани не выкидывает в атмосферу два и в третьих когда у вас вот такая сборка до две шапки у вас верхняя шапка в разы лучше сохнет и быстрее чем если у вас будет только одна вот эта шапка то есть вот именно без прямого контакта с телом вот вот эти обе шапки просто два раза в три раза быстрее сохнет чем когда у вас прямой контакте они просто на голову так сверху надеты без как без какой-то изоляции да конечно вы можете носить и так я вам говорю как носить правильно и это реально работает то есть попробуйте увидите потом ну как вот еще одну поставочку одежду мы с вами разобрали как вы можете заметить просто современные качественные недорогие вот здесь вы скинами нос укладывать потому что вроде как уже прям конкретные веками это никто не спрашивает они надо это продавать минус тут 250 граммовый это короче но очень качественно это достаточно толстый минус он есть 150 250 350 то то есть по сути это мид сезон то есть это чисто вот для погоды вот до минус 20 минус 25 засидках и до 40 на ходовых охотах идеального такая вот термоха подойдет у меня просто есть такая только от компании first light тоже 250 меренос я думаю что бандит работает не хуже хотя в этом году я очень не обязательно попробую поскольку я себе тоже такой заказал будем пробовать будем тестировать и с вами будут делиться на всем но я с вами не прощаюсь опять-таки до новых встреч на нашем канале всем пока и